Всем привет! 25 июня 2020 года. Нахожусь возле силикатного пруда. Там магазин метро, там микрорайон, северный район, то есть замечательное место, силикатный пруд. И вот я вижу, там даже какие-то люди купаются. Хотя, в принципе, уже много лет считается, что купаться здесь вредно. Ну, сам я купался здесь в последний раз, по-моему, в 2010 году, либо в 2011, вот точно не помню. Я сделал слайд-шоу, там в начале моих видео, в самом начале где-то, выкладывал силикатный пруд. А видео, собственно, у меня не было. О, вижу пожилой человек заходит в воду, а там уже кто-то плывет, а там кто-то уже стоит. И утки рядом с ним плавают. Вот. Замечательно. Купался я здесь. Что хочу сказать? Если воду не глотать, то, наверное, можно. Проблем у меня после этого не было. А вот один парень, который со мной купался, он, по-моему, наглотался воды подросток и заболел. То ли он от этого заболел, то ли перегрелся, не помню. Ну, в общем, воду глотать из этого пруда точно не нужно. А насчет купаться, ну, не знаю. Я купался давно, правда. Место очень красивое. Песочек есть. В принципе, вот, душа радуется. Вот, правда, строить тут что-то, заправку, что ли, не знаю, это, конечно, нехорошо. Или мойку, это, конечно, грустно. Хотелось бы, чтобы все рекреационные ресурсы, то есть ресурсы для отдыха в городе Орле, получили должное внимание и уход. Чтобы люди могли отдыхать, принимать водно-оздоровительные процедуры, солнечные, воздушные ванны. Город, конечно, расстраивается. Домов количество все увеличивается. Но от природы нам отрываться нельзя. Иначе наши дети будут слепыми, запертыми в четырех стенах. Ну, вот представьте, как вот ребенок сидит и смотрит, так сказать, на противоположную стену, либо в монитор компьютера. Ну, ясно, что у него близорукость сформируется. Или на однообразные стены домов. Тоже нехорошо. Нужна обязательно природа. Я уже не говорю о воздухе, о солнечном свете, об ощущении свободы и красоты природы. Это эстетическое наслаждение просто. Удовольствие получает человек от бытия. Ну, и вот зачем это строят? Я не знаю, что это. Автомойка самообслуживания называется. Сто рублей. Ну, грустно, грустно. У меня сразу мысль, куда будет химия с автомойки. О, отличная химия написано. Куда будет химия-то стекать из этой автомойки? Уж не в силикатный ли пруд? У него и так-то название неважное, силикатный. А что это такое вообще? Вот власти, вот что вы делаете? Лишаете людей рекреационных ресурсов. Уберите вы эту мойку отсюда. Зачем это нужно-то? Тут вон и рыбак сидит, что-то ловит. И гуляют туристы, и люди отдыхают. Зачем хоть портить природу-то, елки-палки? Сколько можно? Дорогу тут рядом проложили. С дороги вся дрянь летит в пруд. Не, ну у меня просто слов нет. Жалко, жалко пруд. Вот, наверное, такое видео снимаю, чтобы на память потомкам. Вот еще раз подчеркну, что в 10-м или 11-м году я здесь купался, получил большое удовольствие. До сих пор еще кто-то пытается это делать. Купаются, рыбу ловят. Жалко мне людей, которые живут рядом, и вообще орловчам. Не хотят люди сохранить этот пруд. Не хотят пользоваться, наслаждаться природой. Застраивается вот все вокруг, и дорога эта. Не то, чтобы я вот расстроен, но мне это грустно смотреть. Ну, вот так вот. Вот, что еще сказать? Грустно, грустно. Посмотрите на этот пруд. Думаю, в будущем такой красоты вы здесь не увидите. Напоследок снял видео. Люди купаются. А по дороге машины, выхлопные газы выбрасывают. И все это, угадайте, куда летит. Плюс вот эта вот автомойка. Ну, вообще, честно говоря. Нет, ребят. Это просто кошмар какой-то. Сами себя уничтожаем. Думайте, люди. Решайте сами, как дальше жить. Желаю всем благоразумия. С вами был Дмитрий из Орла.